Заложников в обмен на заложников. Вот вам прекрасный потенциал для торговли. Вас уже гонят в газовую камеру, вы уже на пороге клематуры, вас толкают в спину автоматом, а вы пытаетесь сопротивляться. И тут вам говорят, ну что вы, давайте не будем злить антисемитов, давайте пойдём в клематуре тихо, мирно и послушно. Это как если бы боксёр перед боем сказал своему противнику, слушай, брат, у меня тут бровь слабая. С левой стороны. Так ты не стесняйся, бей прямо сюда. Давайте прямо скажем, заложники 7 октября – это жертвы преступного поведения израильских руководителей. В угоду своему электоральному образу. Италия. Главные новости Израиля и мира. Я знаю, как вернуть заложников, и сегодня я вам это скажу. Досмотрите это видео до конца. Наша главная проблема в том, что мы постоянно ведём не только всему окружающему миру и обманываем самих себя. Мы разучились называть вещи своими именами. В угоду так называемому мировому общественному мнению, в угоду придуманными какими-то больными шизофрениками международным нормам поведения, мы говорим не то, что думаем, а то, чего от нас хотят, чтобы мы говорили. А слова влекут за собой действия. От нас требует, чтобы мы постоянно твердили эту жертвуальную формулу о том, что не всё население Газа – это Хамас. И мы как попугаи на ярмарке повторяем это заклинание. Повторяем, несмотря на то, что все опросы так называемого мирного населения Газа показали, что 100% населения Газа поддержали нападение Хамаса на Израиль 7 октября. И произнося формулу про невинных жителей Газы, мы вынуждены и действовать соответствующим образом. Вместо того, чтобы воевать с Газой как с раздебным, напавшим на нас государством, мы вынуждены изображать аккуратного слона в посудной лавке. Тем самым, принося в жертву неким мифическим формулам и западным шизофреникам-либералам в жизни наших солдат, подвергая их удвоенной, нет, даже удесцителенной опасности. Ассанам аекум, дорогие братья по разуму. С вами я, Злой Сергей Александрович Ронкин, и сегодня я расскажу вам правду. Всю правду, только правду, и ничего, кроме правды. И если эта правда пока что вам излишне жестокой и некрасивой, то просто не смотрите это видео. Но прежде чем мы продолжим, дорогие братья по разуму, я хочу вам напомнить о том, что неплохо бы поставить лайки, подписаться на наш канал и распространять ссылки на эти материалы в социальных сетях. И если у вас есть такая возможность, то не стесняйтесь помочь нам материально. Продолжая эту мысль, от которой я начал, скажу, чтобы если бы Израиль в угоду либературам всех мастей перестал бы брать себе и своим людям, то операция в Газе была бы действительно завершена за неделю. Если бы мы приняли формулу о том, что все население Газе, это враждебное нам население, находящее со снами в состоянии войны, можно было бы и нужно было бы снять, наконец, в белой порчатке и воевать так, как положено воевать народу, в стране, в битве за свое собственное существование. Не за тот или иной клочок земли, не за какие-то мифические принципы, а за саму жизнь. Кто-то скажет, что невозможно объявить враждебной стороной целый народ. Но я вам напомню, что Хамас именно так и делает. Они захватывают наших стариков и детей в заложнике, утверждая при этом, что в Израиле весь народ служит в армии, а потому все израильтяне – это не мирные граждане, а солдаты враждебной армии. И что нам мешает воспользоваться такой же формулой в отношении врага? Наша вражденная культура, наше западное воспитание, наша цивилизованность, да грёбанная матери такую цивилизованность и такую культуру, такое воспитание, которое вынуждает нас послушно умирать и давать убивать себя. Перед Израилем, перед всем нашим народом, перед нашей страной сегодня, впервые с этим именом Холокоста, снова с полной силой стоит судьбоносный выбор – жить или умедлить. И это не метафора, это не преувеличение. Хотите ли вы, те, кто меня смотрели сейчас, родители израильских малышей, дедушки и бабушки израильских внуков, однажды увидеть, как на ваших глазах террористы убивают ваших детей, отрезают им головы? Хотите? Нет? Тогда хватит врать самим себе. Сегодня в заложниках в Газе ничто и не 200 наших человек. Сегодня в заложниках у Газа, Ливана, Ирана и против подонков – вся наша страна, весь еврейский народ, всё население Израиля. Как мы до этого дошли? Как мы это допустили? Я вам сегодня скажу. А пока, дорогие братья по разуму, я снова вынужден вам напомнить о том, что нужно ставить лайк и подписываться на наш канал и распространять ссылки на эти материалы в социальных сетях. И если у вас есть возможность, то не стесняйтесь помочь нам материально. Для этого прямо под этим видео есть кнопочка. Супер, спасибо. Израилю понадобились долгие годы, чтобы убедиться, мы с тебя и весь остальной мир в том, что наша страна и наша армия самые гуманные в мире. Что для нас самая важная, главная ценность – это жизнь каждого отдельного израильтянина. И что наша армия воюет самыми гуманными методами в мире и по крыше постучит перед атакой на врага, и листовки разбросает, чтобы вражеское население покинуло опасную территорию, и даже по телефону позвонит. Просто не армия, а какой-то сука-кородоболец с автоматами. Банда идиотов, которые говорят, извините, будьте столь любезны, не позволите ли вы немножко подвинуться, я тут, видите ли, собираюсь вас немножко побомбить. Я думаю о том, как хохочет в голос лидера Хамаса, когда планируют свои боевые действия против Израиля. Наверняка они говорят друг другу примерно следующее. Вот отсюда мы удаем по Израилю, а потом, когда евреи по телефону позвонят и скажут, что собираются контратаковать, мы уйдем в другое место. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что для армии обороны Израиля, для правительства Израиля, для руководства страны важнее жизни наших врагов, чем жизни наших солдат. Мировое общественное мнение для нашего правительства важнее, чем жизнь вашего сына или вашей дочери, вашего внука или вашей внучки. Предупреждён, значит, вооружён, гласит древняя военная мудрость. Поэтому фактически наше правительство вооружает врага. Ради того, чтобы хорошо выглядеть в Европе, наше правительство жертвует жизнями израильских мальчиков и девочек, наших с вами детей. Добавлю, что к тому же такое поведение всё равно нам не помогает. Израиль, евреи никогда не будут выглядеть хорошо в глазах мирового сообщества. Антисемитам никогда не требовались какие-то реальные основания для антисемитизма. А лозунг «Давайте не будем жить антисемитов» хорошо подходит для жителей концлагера. Вас уже гонят в газовую камеру, вы уже на пороге климатолога, вас толкают в спину автоматом, а вы пытаетесь сопротивляться. И тут вам говорят, ну что вы, давайте не будем злить антисемитов, давайте пойдём в климатологии тихо, мирно и послушно. Вас уже гонят в газовую камеру, вы уже на пороге климатолога, вас толкают в спину автоматом, а вы пытаетесь сопротивляться. И тут вам говорят, ну что вы, давайте не будем злить антисемитов, давайте пойдём в климатологии тихо, мирно и послушно. История с заложниками это ещё одна история гигантского израильского самообмана. Нам так хотелось продемонстрировать всему миру собственную человечность и гуманность, что мы сказку сделали былью. Мы бесконечное число раз говорили о том, что готовы за жизнь одного еврея отдать тысячи врагов. И мы не раз сделали это. Думаете, весь мир восхитился? Захлопало ладоши? Нет, ладоши захлопали наши враги, которые не просто нащупали наше больное место, а которым мы сами на это больное место показали. Это как если бы боксёр перед боем сказал своему противнику, слушай, брат, у меня тут бровь слабая с левой стороны, так ты не стесняйся, бей прямо сюда, а врагу два раза повторять не надо, и он сразу бьёт по-больному. И мы освобождаем тысячи террористов в обмен на какого-нибудь сомнительного дельца или на уснувшего на посту солдата, а потом ещё и делаем из этого солдата народного героя, но это отдельная тема. Но знаете что? Если уж окончательно говорить правду, то нужно признаться, что ведь дело в общем и в резком человеколюбии, и не в ценности для людей в человеческой жизни каждого. Давайте скажем правду, дело в электоральной репутации израильских правителей. Именно они хотели выглядеть хорошо в глазах избирателей. И только этим, исключительно этим объясняются такие преступные сделки, как сделка Гелада Солита. Если бы таких сделок не было раньше, если бы Израиль не показывал всему миру свою моральную слабость, да ещё не хвастался этим, не было бы заложников 7 октября. Давайте прямо скажем, заложники 7 октября это жертвы преступного поведения израильских руководителей в угоду своему электоральному образу. Если бы на одном из предыдущих этапов нашёлся бы премьер-министр с яйцами, который бы не взирая на давление улицы сказал бы никаких сделок с врагами, история могла бы пойти по-другому, чтобы быть правильно понятым. Если бы я, не дай бог, был бы на месте родителей захваченного солдата, его друзей или родственников, я бы, конечно, требовал бы его освобождения любой ценой. Да я бы всю страну за это отдал. Но премьер-министр для того и выбран, чтобы думать о стране, наступая на горло чувством. Давайте прямо скажем, заложники 7 октября это жертвы преступного поведения израильских руководителей в угоду своему электоральному образу. Я обещал вам рассказать, как я бы освободил заложников. Будь у меня на то определённая полномочия. Запомните главное, я ни к чему не призываю. Я только высказываю предположение, пытаюсь смоделировать ситуацию. Представьте себе, что завтра наши спецслужбы проводят массовые аресты среди родственников лидеров Хамаса и исламского джихада в Гази и на подконтрольных и неподконтрольных территориях. Всех их обвиняют в содействии терроризма и в помощи врагу. Уверяю вас, это обвинение не будет ложным. Учитывая величину арабских кланов-хамуру можно задержать сотни и тысячи таких родственников. Задержать на неопределенное время. Да, говоря прямым текстом, взять заложников. Заложников в обмен на заложников. Вот вам прекрасный потенциал для торговли. Такой, извините за грубость, человеческий резервуар для обмена. Вы хотите менять трех к одному? Десять к одному? Ради Бога! Тогда мы схватим тысячи ваших родственников. Кто-то мне ответит, что из моих они наплевать на родственников в плане родственных чувств. Да, не сомневаюсь. Но когда из-за его действия начнет страдать весь клан, вся его хамула поголовно, увидев вас, это заставит его быть уступчивой в переговорах. Что вы там куда хотите, господа провознеситники? Это не наши методы? Ах, ну да, наши методы это послать на смерть наших любимых мальчиков и девочек, которых еще вчера мы на руках относили в детский сад? Это наши методы? Поставить под угрозу всю страну, изгнать из домов собственных граждан юга и севера? Это наши методы? Дефакто отдать врагу заложники всех, весь народ? Это наши методы? Так чертовой мать это такие методы? Когда на повестке дня стоит вопрос, кто выживет в этой смертельной схватке? Мои дети или дети моего человечески? Тем более о том самоубийственно извращенном понятии о человечески, которую нам навязывает просвещенная Европа. Аминь. Ам Израиль. Хай! Заложников в обмен на заложников. Вот вам прекрасный потенциал для торговли. На этом сегодня моё время на правду и стекло. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии. И помогайте нам материально. Ведь правда, как известно, стоит денег с заложников в обмен на заложников. Вот вам прекрасный потенциал для торговли.